Уважаемые экскурсанты, сегодня мы вас пригласили на такую интересную и познавательную экскурсию «Постяки купеческие». Все мы с вами живем, кто-то жил, кто-то еще будет продолжать жить в нашем поселке. Историю поселка нужно знать, да? Мы начали с исторического здания. Все его знают, что это здание почты. Принадлежало это здание раньше купцу Сидорову. Купец Сидоров, по историческим таким сведениям, занимался скупкой, ну, точнее, он когда-то закупил башкирий мед. Башкирий мед, а для покупки меда он взял деньги по векистилям, да? И эти деньги не отдал. А на эти деньги, вырученные за мед, построил вот этот дом. Когда обратились к нему, его тредиторы, да, обратились за долгом, возвратом, то купец Сидоров предоставил им справки, что он умер и похоронен. Вот. Да, и даже место было указано. Так вот, вот такой вот интересный дом. Здесь раньше были такие красивые ворота. На фотографиях у нас есть вот на старых. Туда въезжали лошади, там, то есть, был конный двор. И к нему промыкала вот эта палатка. То есть, здесь у него была еще и палатка торговая. Вот. Вот такая вот интересная судьба у этого дома. Вот в этом вот магазине, вот в этой палатке, потом позднее мы вам расскажем, что вот этот палатник, он торговал здесь дорогим вином Конкордея. Вот в этом вот магазинчике, вот раньше вот здесь. Заграничное вино, дорогое. А в доме-то он тоже жил в этом? Нет, нет, нет. Ну, я говорю вам, я вам сейчас историю расскажу, кого дома, где он проживал. А это вот здесь купец Сидоров. Ну, вот если здесь были ворота, и как-то соединялся все это, это делительный комплекс, да, постройки, значит, сначала Сидоров этот магазин оказался. А вот в 30-е годы, в годы НЭПа, здесь торговал как раз полу... У нас некоторые говорят полуников, а кто говорит полуников. То есть, вот как правильно Дарим встать, ну, не знаю. Александр Иванович, вот эту историю мы расскажем, когда и того дом, где... Они проживали. Ну, вот на начало 20-го века, вообще, вот у нас в Пистяках было много питейных домов и винных магазинов. Вот, Любовь Александровна затронула эту тему. На начало 20-го века у нас здесь было 105 торговых лавок, 12 питейных заведений. Вот. И также был винный склад. Когда подойдем к зданию, я расскажу, где он был, находился. Улица у нас сейчас называется улица Ленина. Это одна из старых улиц, поселка. Раньше в народе она называлась Шаталовка. Так и говорили. Пройдемся по Шаталовке. Не соблюдает правила. Сейчас мы вышли на улицу Карла Маркса, который раньше назывался Крестьянской. Там даже дальше будет дом с табличкой такой. Улица Крестьянская. Сначала про этот, да, расскажем? Да. Потом про этот. Только про этот тихо. Тихо. Про Паланникову вы сами расскажете? Ага. Тогда это воно. Не, не, не. А можно вот его туда снять. Так. Вот мы вышли здесь хотя бы тихо. Улица Крестьянская, как я уже говорила, но еще она называлась одно время Конной. Потому что вот дальше, вот если мы туда пахнет, пройдем, там раньше торговали лошадьми. Не только лошадьми, но и крупным рогатым скотом. Вот это был щепной ряд. Здесь торговали корзинами, лукошками, граблями. То есть, ну, всем таким деревянным изделиям, которые требовались в крестьянском хозяйстве, да, в доме. А вот этот вот дом тоже имеет свою историю. Его раньше называли дом Хромушин. То есть, кто такой Хромушин, мы не знаем. Чем он занимался тоже, мы не знаем. Но зато следующий хозяин этого дома, вот Александр Иванович Полонников, вот Любовь Александровна сейчас про него расскажет. Еще до 30-х, где-то в 30-е годы, вот это здание купил Полонников Александр Иванович. Кем он был? Откуда он приехал сюда? Но известно, что здесь еще было бы Полонников. Он говорит, сейчас у нас магазин находится, вот вы знаете, Кентавр. Вот здесь вот, вот там тоже был Полонников. Возможно, это его дядя. И сюда он приехал. То есть, он не месен был. Жене сон на одной, я не знаю, откуда она это жена. Возможно, из нее же из-за Николаевна. Ольга Николаевна. А Надежда Николаевна, ее сестра, она вышла замуж за Кипарина. У нас вот эта фамилия Кипарина здесь известна. И, возможно, вот они из Полонников приехали сюда жить, и раз сестра здесь живет, значит, и они сюда приехали. Вот они купили этот дом. И на втором этаже, они там посылали. И вот, рассказывали, рассказывали, родственники. Жили, была мастерская. Какая мастерская была, по-моему? Ну, там пеяли, все было такое, примутная мастерская. Столярная, наверное, да? Столярная нам мастерская. И вот они там жили. Детей у них не было, у Александра Ивановича. И они взяли на воспитание дочку, вот сестры Надежды Николаевны, потому что в семье было четверо детей. Было очень тяжело. И они бы взяли Гелю, Ангелину. И вы ее знаете, эту Ангелину. Она раньше с Лидией Александровной Лабутиной, зуб в гуру, у нас была такая у нас врача. Вот она сидела на приеме. Сейчас она проживает в Москве у дочери. И вот они ее взяли вместе. Это не в 1936 году, то есть до войны. И вот он, значит, торговал вином в Ангкордии. И однажды здесь случился пожар на первом этаже. Вот эта вот мастерская, она сгорела. Ну, не совсем, но, кажется, тушили пожар. Но я так думаю, еще, наверное, местные власти хотели отобрать вот это большое помещение для себя. Вот. Коммунисты, как говорится. Да, сейчас мы можем спело об этом говорить. Раньше нельзя было. Вот. И, значит, что, раз он уже был вынужден, раз уже затушили на первом, на втором этаже не был пожар, но все-таки вынужден был купить. И сейчас этот дом сохранился на Ушов-5-4. Дом 24. Вот Ангелина как раз, Дмитриевна, она жила вот в этом доме. И он до сих пор сон этот дом. Вот. И в 41-м году, в сентябре месяце, ночью, пришли двое. Поскучали и пришли, значит, один был начальник НКВД, нашим Всяковским, и, значит, еще какой-то представитель. Его, значит, обыск произошел. Забрали мне его машинку, зингер, и книги старинные. А его арестовали как врага народа. Забрали, значит, арестовали, какой связи, без переписки. Он сидел в кирме, сначала, значит, в Иванове, потом его уже отправили. И при... В общем, не знали родственники ничего, его судьбе, что же с ним происходило. Вот, однажды пришел человек, вон, 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 вон. Он принес от него письмо. Когда в Иванове он сидел, Его, видно, тоже кто-то договорил, может быть, он тоже где-то посвященцами, и утренец письмо, оно письмо сохранилось, потому что его Ангелина, Дмитрина, она хранила письмо всю свою жизнь. И нам вот она его прислала по интернету с рекламным центром, занималась перепиской этой, писала, что все оно, значит, в слезах, в общем, такой вот расписка, что надо, и вот это можно разобрать и прочитать. Он очень просил, значит, прислать посылку, меня переправляют, куда-то набегают, в другое место, и пока вот если он может уже приверить, вспоминаю нас на встречу. Встреча-то не состоялась, и потом, оказывается, он сошел с ума в тюрьме. И прислали в 43-м году, вот прислали на встрече, на то, что он умер и умер, и умер, и умер. Вот, это были очень добрые, такие культурные люди, грамотные, он давший в совете работу бухгалтера, но какие-то злые такие, языки есть у нас, да, многие донесли, и приветали, и вот такого класса человека рисовали. Как хранятся фотографии, передали нам фотографию, вот как раз Александр Иванович с супругой запечатлен. Это военный снимок, где-то 30-е годы, да? Ну, давайте перейдем, посмотрим на ту сторону, да? Вот у нас здание военкомата. Когда-то это здание называли домом Паршина. Да, проживал здесь Григорий Алексеевич Паршин, он был попечителем приюта, нашего пустяковского, сиротского приюта, вот. Но недавно в других источниках исторических мы нашли, что этот дом Соколовым принадлежал. То есть, ну, а почему бы и нет? Может быть, одно время он принадлежал Паршину, да? Тем более, Паршин был из Нижнего Новгорода, возможно, он дом этот продал, да? Тем же Соколовым. Вот Соколовы держали здесь хлебный магазин внизу, ну, а наверху, наверное, были жилые комнаты, да, булочные. Вот, ну, естественно, уже сейчас этот дом видоизменился в связи с реконструкцией своей. Второй этаж был деревянный, но резьба была красная, и он был, выглядел, самым красивым домом. Так, ну, пойдемте дальше. Про Свиньевых дом. Да, Свиньевых. Так, пойдемте, мы будем переходить на ту стуль. Давайте отсюда, да, 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 отсюда. Да, 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 я слышу, слышу. Так, дом Свиньевых, пойдемте напротив него встанем. Так, все подсеркнутся. Вот у нас еще одно историческое здание. Все мы его называем дом Свиньевых, да? Рядом находится палацца торговая. Этот дом был построен самими Свиньевыми в начале 20 века. Братья Свиньевы, Степан и Василий, они взяли в аренду у мастера нашего местного, Курчева, который занимался изготовлением кирпичей, вот этот кирпичный заводик. И сами изготовили кирпич для постройки вот этого дома. Но прежде чем построить дом, они построили мастерскую. Эти братья были очень такие деловые, мастеровые. Обучились они медно-паяльному мастерству. И вот они построили мастерскую, им приносили на починку самовары. Один из братьев имел чинить ружья, часы умели чинить. И постепенно возвели дом на две половины, то есть каждому брату. Вот здесь у них была палатка, ну то есть где они, наверное, принимали и заказы, да, торговали. Крыльцо было вот где сейчас баннер висит. Вот здесь было деревянное крыльцо, где-то, наверное, 80-е, они его нарушили. И Василий Владимирович, учитель, да, историю он вел, он здесь сделал, вот даже оставился такой постамент. Думали, что это исторический, исторический, оказывается, это не такой исторический, там такие... Он сделал брильеты, типа, ну, подримские такие вот. Сам он смастерил это из... да, из цемента. Ну, а сейчас совсем уже все нарушили. Ну, как коридорчик такой, да, какой-то. Ну, идемте. Дальше. К Алине туда выйдем мы, к церкви. Где мы ходили-то раньше-то? Да, ну, как мы ходили. Сквера раньше не было вот этого. Вот здесь вот у нас теперь появилась, благодаря Владимиру Алексеевичу появилась фотография такая. А у него не знаю, благодаря кому. Вот здесь была, ставили зимой деревянную горку. Мне бабушка рассказывала, вот здесь ставили деревянную горку, большую, высокую, и все ходили с нее кататься. И докатывались до угла, до почты вот с этой горы. Даже в корытох катались. Железные. Да, и взрослые дети шли прям с работы взрослые кататься. Да, и шубы, и шубы оставались здесь. А вы помните, да, вот эту? Помните? Да? Да вы что? Вот. Да, вот какая была горка, да? Да, я не знаю, это вырисовала. А? Так. Вот на том доме, если вы пойдете вот мимо, вот на этом доме, за деревянным забором, там висит табличка, она уже такая стертая, металлическая табличка, там написано «Улица Крестьянская». Мы по той стороне в том году ходили, мы прям восстанавливались, смотрели. Открывай вам. Да, да, да. Вот на этом доме, вот здесь на этом доме, да. Есть еще один такой? Магазин Алина. Да, есть, есть. Вот здесь магазин Алина. Когда-то здесь стояло старое пожарное депо. Вот. У нас тоже сохранилась фотография этого старого пожарного депо. Не так давно оно и было нарушено. Где-то в конце 90-х, да, или начале 2000-х. Ну, то есть, само здание перестроили. Да, вот здесь, с этой стороны, с левой, вот если с фасада смотреть. А колокол был снят с колокольни нашей церкви. Сейчас мы идем на улицу Республик. Она так и называлась. То есть, она появилась, если так, ну, ее назвали, по крайней мере, так, уже в советские годы. Пожарное депо. Пошли с нами в экскурсию. Ну, не надо. А, он пьяный. Ну. Не, не надо. Это тоже исторический центр. Ну, наверное, скорее всего, эта улица была без названия. Ну, по крайней мере, не сохранилось это название. Но в советские годы называли, да, уже вот улицы? Так как здесь один порядок, то не думаю, что ее как-то до советского времени называли. Как вы считаете, Владимир Алексеевич? Как вы считаете, называли ее как-нибудь, эта улица до революции? Ну, это проулка, наверное. Да, скорее всего, проулок какой-то небольшой. А потом его обозвали. Дома довольно-таки старые. А вот если в глубину пройти, там вообще очень старые дома. Вот этот дом старый такой прям довольно-таки, да? Это у кого? Ну, и потом расскажем. Ну, как бы еще немножечко в истории, да, пока мы идем. Вот Ассилия Пстяки стала известна, ну, вот, где-то в XIV веке. То есть он стал первым упоминальником, упоминальцем. И в разное время им владели разные князья. Вот одним из князей были князья Хованские. Они, близ села Пстяки, построили суконную фабрику из нескольких корпусов. То есть в нескольких деревнях, деревня Кокоша, деревня Черепова, были вот эти вот фабрика суконная, которая выпускала сукна для армии. И у нас есть копии документов, где описаны, какие цвета этих, ну, как они были, да, для каких нужд. То есть, ну, для различных там родов армии. Ну, да, управляющим был серебряков по документам. И крестьяне вынуждены были отрабатывать барщин на этих фабриках. И вот однажды крестьяне взбунтовались и не захотели больше работать на этой фабрике. Произошел бунт. Но прислали сюда, значит, солдат, и этот бунт подавили. Ну, я вкратце так рассказываю, не буду сглубляться. Этот бунт подавили, но в конце концов, все-таки, эту фабрику сожгли. К чему я это веду? Фабрику сожгли, а шерсть, которая, значит, была на фабриках, она осталась. И ее не стали никуда девать. А следующая госпожа, да, владельца пистяков, княгиня Щербатова, она эту шерсть раздала крестьянам. Крестьянам послала обучаться детей, девочек вязанию, вязальному промыслу. И так у нас на пистяках зародился вот такой вязальный промысел. Вязали все от мал до велика и старый млад, круглый, значит, день и ночь. И вот один известный публицист, Дмитрий Потапович Шерихов, путешествующий у нас в наших местах, так описывает этот промысел, что куда бы ни шел, значит, народ, в поле ли из поля, в лес ли из леса, всюду в руках у него, значит, вот это вот вязание. И старики вязали даже вот слепые, потому что они делали это уже на ощупь машинально. Это повлекло за собой что? Развитие продажи этих вот вязаных изделий, скупку. И многие такие деятельные люди обогатились за счет этого промысла и понастроили здесь красивые дома. Вот один из них стоит здесь, дом Прохоровых. Дом Прохоровых, купцов, сейчас это здание полиции, тоже он видоизменился. Крыльцо вот здесь было пристроено деревянное, с правой стороны тоже сохранено. Да, вот здесь с правой стороны пристроено было деревянное крыльцо, ну, как вот такой коридорчик. Вот. Прохоровых занимались как раз скупкой вязаных изделий, чулков, носков, варик, там, перчаток у населения. Вот. И потом сбывали их на крупных ярмарках. Ну, одна из крупных ярмарок была Нижегородская ярмарка. А также вязаные изделия шли у нас, наши пстяковские, и в Сибирь, и на Урал. И говорили, что даже в Порт Артур, то есть туда, далеко, на Дальний Восток, тоже наши изделия пстяковских вязальщиков доходили. Так, в храм мы пойдем, да? Ну, мы не будем туда в территорию заходить? Просто рядышком встанем. Почему это что? Да, почему, Маруся? Ты ходила в прошлом году и все забыла? Тебе надо каждый год ходить, чтобы память свежая. Вы это нам все знаете, да? Зря пошли. Я? Да. Мы идем, кстати, с вами по улице Советской, которой раньше назывался улицей Большой, потому что она была самая большая в пистяках. Ну, и сейчас остается таковой. Таковой. На начало 20 века было всего 5 улиц, именно названных улиц. Вот я вам перечислила. Большая улица была, улица Средняя была, улица Ленина, она называлась Шаталовка, улица Крестьянская и улица Республикина, она соединялась с улицей Милицейской. Вот они вместе шли. Среднеоктябрьская. Храма Спинья при Святой Богородице. Он построен на месте сгоревшей, где-то в 1740-х годах храма, который был в честь Николая Чудотворца назван. Этот храм начал строительство в 1752 году, закончил строительство в 1760 году. В 1858 году, если не ошибаюсь, был пристроен еще предел. И вот Михаил Сергеевич, наверное, лучше меня знает. Я нашла сведения, что здесь еще был какой-то нижний храм. Правильно? Ну, нижний это мы уже сделали. Первоначально не было нижнего храма. Это просто, когда мы раскопали убиенных там, то вот епископ благословил в честь этого, да, там Пантелеймона делали. А так там был подвал, там все уверяли, что очень в этом подвале сокровища спрятаны и все остальное. Вот. Все ходили, пытались показать вдоль храма, где там какие-то двери есть. Вот. Несколько раз пытались вскопаться, ничего не нашла. Ну, и поняли, что все-таки там были вот эти воздушные входы. И когда они были вот такие-то, они по ним ползали. Это были вроде. А взрослого-то уже... Ну, вот знаете, что здесь, вот на этой территории, около храма, здесь было старое кладбище. Вот. И когда люди уже населяли дальше, вот ниже набережной дома и копали себе погреба, они находили останки, ну, то есть вот останки погребенных. Вот. Значит, этот храм тоже изменил свой облик. В 30-е годы здесь сломана была большущая колокольня, очень высокая. Осталась у нас только фотография с этой колокольней со стороны озера, видна она. И, как говорили люди, ну, записывали, не знаю, правда или нет, не буду врать, что звон колокола с этой колокольни был слышен в ясной тихой погоде даже в Нижнем Ланде, сейчас 17 километров отсюда. Ну, не знаю, правда ли. Ну, и не где-то. Это просто в России была такая система оповещения. Они вынуждены были вешать такие колокола, чтобы друг другу объявить, что вот пожар идет или враги идут или еще какие-то. Мы в Калифонию разобрали, и кирпич, значит, сделали из этого кирпича вообще самую баню. Она была вот где-то вот здесь. Да, вон там она красная. Я помню эту баню. Вы тоже мне ходили. В 32-м году этот храм был закрыт по решению Совета, да? И устроен здесь был клуб кино. И вплоть, наверное, до 70-х, 80-х присуществовал это. Пока 70-х, пока не построен был нынешний клуб. Здесь существовал вот в летнем храме здесь. Вообще, нам вот очень нравилось. Там такие вот столбы круглые. Вопросы введем, на специальность приедут. На фильм как это мы бегаем, бегаем. Носим тоже место было много. А какой хороший здесь был исторический музей. Какие экспонаты были собраны, я понял. Но я ни разу не была. Только вот слышала, что там музей. А нас туда даже никогда не приводили. Но говорили, что у нас было оружие. Много. Прямо вот такие вот горы. Да. И потом все вывозили. И здесь был такой забор. Вот знаешь, что мне вот у мамы двоежный брат. Он говорит, ты знаешь, сколько вывезли машин? Мы сидели на заборе и смотрели, когда вот загружали. Столько, говорит, всего вывезено было на машинах. Ну, куда, в общем. И в Палев, да, и в Иваново. Мы их вывозили. В Бурыльский музей. Там даже вот мне, я ходила, там показывали пушку. Вот что ядрами вот так вот катали раньше, да, стреляли. Вот такая пушка, то есть пистяков, иногда дадена она, какая-то деревня. Где заправка туда дальше, туда, где речка. Погорелка. 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 Вот это вот пушка была найдена. Очень много и оружия даже было, с поляками здесь сражение. Как-то утверждал, например, Прокоров Василий Иванович. Он в Бергене был учительной истории. Он и следует, что трава по работе так уйдет. И даже утверждал, что было сражение вот там в этих местах с поляками. Потому что мне один вот его ученик рассказывал. Мы, говорит, находили даже щиты. Вот такие щиты. И там на пушке было написано. Один тоже человек нашел здесь каменные топоры. Вот в Вербинской стороне. В Вербинской стороне. Там их много находит раскопки. Ну, нам не дал. Там когда-то были в советское время раскопки. В Дунадину всякие вот скрепки, там топоры находили. То есть вот если бы хорошие специалисты приехали бы к нам, там археологи, может быть, или чего-то и нашли еще бы. Ну, к сожалению, вот в 1959 году раскопали в Владимирской области Сунгирь. И там нашли очень самые древние поселения на европейской части. Там 40 тысяч лет. И с этого времени вот почему-то советская власть напугалась и запретила раскопки в этой территории. Вот вся вот между, значит, Волгой и Акой территорией запрещены раскопки глубже метра. Поэтому то, что мы в мыту вот видим, вот какие-то находки, это метр. А Сунгирь закопана в 10 метрах. И вот они думают, что вот в Нижнем Новгороде позавчера была информация, что они чуть-чуть глубже копнули на полтора метра, нашли бронзовый век. 3-4 тысячи до нашей эры. То есть на самом деле вот эта территория, мне кажется, она была таким островом, где цивилизация создавалась, потому что у нас есть интересное известие, что ледник остановился, который шел 10 тысяч лет назад, остановился на нашей территории. То есть вот этот бугор, который вот мы видим, он бугор пермской периоды, порода, которую не сдвинешь. И вот он остановился, и вот этот угол остался жилой. То есть вот которых оттеснили народ. А ведь он с севера пришел, вот он всю покрыл территорию европейской части. А здесь остановился, а второй его рукав, он вообще по Пятигорью прошел. Он перегородил там между Черным морем и Каспийским морем вот эту. И вот только вот такая площадка осталась для проживания. И поэтому здесь-то, конечно, должны быть очень-очень... Поляки, которые пришли в 1609 году, они лух сожгли, ой, южу сожгли, южа, да, у нас там. Они Мугрейский монастырь сожгли, а до Нижнего Ландика, говорят, дошли, а там только остались на колокольне люди сидеть. Они по ним постреляли, постреляли, ничего не смогли. Остальные все просто спрятались в лесах. Они три дня просидели, никого нет, пограбили и разошлись. Так, ну пойдемте дальше, да? А то мы сейчас замерзнем, будем двигаться. Так. Очень интересно, да, вот так бы узнать детально историю. Мы не умеем... А не дают разрешение этот... Там тут приезжал один молодой человек из Нижнего Нога, из Держинска. У него такая идея фикс. Он говорит, как, говорит, может такое быть? Вот стоит здание, у него, говорит, окна. Я говорю, ну это стекольный этаж. Он говорит, стекольный этаж, а зачем же стекла? Я говорю, я тоже задумываюсь, говорю, а зачем? Он говорит, он там на половине, там заходишь. Я говорю, да, я видела. Он говорит, нам не договаривают, нам не договаривают. Он свою эту идею рассказал. Что это был взрыв? Нет, что это они уходят в землю, как бы, ну, гораздо... Он имеет в виду, что гораздо старше эти здания, которые стоят сейчас вот на наружной, ну, то есть на поверхности, но часть их уже в земле. То есть вот, ну, то есть им не 120 лет, допустим, а больше. Я говорю, ну, а как это может быть? Я говорю, он говорит, ну, а как же, говорит, они за... Что они, говорит, дураки, строить, говорит, окна, говорит, ну, первый этаж, там, или какой-то стекольный, со стекольными, и зарывать их, говорит, в землю. Ну, это были ледники. Нет, нет, это ложная теория. Это были ледники у купцов, которые торговали. А стекла? Так стекла, чтобы окошечки были. Я ему... Нет, он имеет... А, то, что поднялся, да, культурный слой поднялся примерно за столетие. Он не мог подняться, насколько, на половину. Он говорит, что они за... Я говорю, я не знаю, засыпали, что ли они, я говорю, тоже не могу сказать. Нет, некоторые здания тонут. Вот Нижегородский Кремль утонул на 10 метров. Некоторые могут. Мы видим эту стену. А у нас здесь сухие, ну, там, песок у нас здесь. Так, вот это вот здание мы прошли, да, но мы не знаем, кто был владельцем. Вот. Пытаемся найти, кто же здесь жил, но тоже человек был с достатком, потому что дом, видно, что не крестьянский, да, не бедный. Вот, с большим подвалом, да. Чем-то занимались, или торговлей какой-то. Или же, может быть, таким сельским трудом, хозяйством. Вот здесь вот жил, вот здесь вот жил Богатков. Ну, его нельзя назвать купцом, они занимались просто сельским хозяйством. Но были очень такие зажиточные люди, и они были староверов, пользовались очень большим уважением в поселке, эти люди. И они породнились вот со свиньёвыми. Дочь Богаткова вышла замуж за дочь свиньёва. И они вот породнились эти семьи. И у нас есть описание, такая целая рукопись, писал внук об этой семье. Каким был вот Василий, ой, Василий говорю, Абрам Никифорович Богатков вспоминал про своего дедушку, про свою бабушку, его жену рассказывал. Вот, то есть люди были очень трудолюбивы, не надо, Марусь. Вот, очень трудолюбивы, и вот этим они нажили. Но дом у них отобрали в советское время, и здесь сделали сельсовет. То есть их выселили и поселили сельсовет. Кто был сегодня ветхом, да. Ветхом, наподобие бани. Вот даже страшно, страшно такое. Вот. То есть, опять же, их выселили. Они там ни торговли, ни чем-то, ни скупкой не занимались. Но всё-таки решили, что они какие-то вот... Люди порядочные, трудолюбивые. Наши дали всё сами, без ворота, без веки. А вот зависти люди просто завидуют. Кто был сегодня у нас на выставке, там, на стадионе, тот видел, что вот здесь вот, на этом месте, был целый сход, да. Такая большая улица, казалось. Да, вот как раз у этого дома, вот у этого дома, вот здесь стояли. В 20-й год и был здесь. Да. Вот здесь можно было вот напротив милиции видеть такой вот остаток постамента. Напротив милиции стоял памятник Александра II, царю, которого называли освободитель, да, который, как из исторических сведений известно, освободил крестьян от крепостного права. Ну, хорошо или это плохо, это уже не нам решать. Памятник снесли, да. Здесь памятник. У нас будет. На одной из фотографий вот тех 20-х годов, вот в этом месте, ближе к перекрёстку, стояла часовня. Такая каменная. Видели, да? Такая немного размытая фотография, но всё-таки можно разглядеть. Благодаря Владимиру Алексеевичу. Да. Это тоже дом принадлежал купцам Прохорову. Был Павел Прохоров, Алексей Прохоров. Кто из них был владельцем именно этого, и милицией мы не можем сказать. Лёва Прохоров, вот он в этот раз вносит к этому Прохорову. Его отец племянник, тот самый учитель истории вербинский, племянник этих Прохоров. Я пыталась узнать что-либо. У нас даже было в советские времена, в советские годы. Запрещено говорить об этом, даже среди своих родственников, даже в праздники, которые собирались. Упоминать. Ничего не было. Ну не там, Владимир, молодой человек, она позвонила, когда шло. Да. У него, знаешь, здесь жила пра-пра-пра. Бабушка. Мы записались. Он приезжал, кстати. Вот я про него сейчас рассказываю, такое интересное, молодой человек. Вот дом Черняковых, они были торговцами. Дайте представлю. Когда-то приехал к нам, значит, с матерью из Светлогорска, Константин, художник. Он объявил, что вот он там, она внучка, а он правнук и так далее. И они показывали документы. Вот этот дом они хотели красный вот там тоже купить, да, Прохоровы. И, в общем, я его обучил, он рукоположился, он стал священником Константином. Он у нас тут немножко послужил. Так в Светлогории, как я знаю, он и живет, да. А так они хотели. Это дом младшего Прохорова, якобы, был, да. То есть сына. Вот этот дом торговцы Черняковых. Они занимались торговлей галантерей. То есть у них здесь был склад, вот, магазин и бокалей, да, еще было у них. Наверху были жилые помещения, комнаты. Единственный дом, который вернулся семью, как говорится, да. Они отстояли свое право на владение этим домом. Нашли документы, что дом был отобран незаконно и вернули его себе, то есть свое частное владение. Мы с мамой пришли сюда. Я вот помню, что на днестеплянной были витрины. И я все, маму, мама, когда ты мне девочку купишь? Чему девочку не продали? Вот я помню, в этом магазине спрашивают. Ну, привет, длиной тысячи, привет, длиной. Мы закупили. Так у нас везде шумно. Так, а вот здесь вот стояла чайная. Вот здесь стояла чайная, да, на углу. Сюда, когда приезжали, а въезд был вот как раз со стороны реки, вот здесь вот главный дорог проходил как раз вот это. Не это вот, где мы сейчас. Здесь была чайная. Мы сюда заходили вот во время базаров, которые также проходили, да, осмотрены. Вот, проходили и отдыхали, пили чай баранками. Так, дом торговца Кузьминова. Вот сейчас это магазин техники. Как он называется у нас? Мурных, Текстрой. Текстрой, да. Здесь когда-то была на первом этаже типография, а наверху редакция газеты «Новый путь». А до типографии и редакции был швейный цех. То есть, когда у торговца Кузьминова отобрали этот дом, то отдали его в начале владения артели. Срочно, с шивами, да. И здесь были в разное время разные цеха. И вот, ну, люди, которые старшего поколения, они помнят, что здесь был швейный цех и портновский цех. Вот туда мы не пойдем в тот конец. Расскажем, отсюда все видно, да? Да. Так, начнем с этой стороны. Дом купца Прохорова. Сейчас это центр Бубновского. Который тоже занимался чем? Скупкой вязаной и продажей вязаных изделий. Следующий зданий дом тоже принадлежал Прохорову. Но, вот как мы прочитали, правда-неправда, значит, собрали люди такие, ну, как бы построить приют. А зданий под приют не было. И Прохоров отдал свой дом под приют. Приют был для ста сирот. А рядом, значит, у себя еще один дом возвел. Они даже похожи, да? Только один, значит, покрыт. А шпакатурен, а другой так и остался не шпакатурен. Вот одинаковые постройки с ним напротив... Да. Напротив вот стоит здание биржи. Они прямо практически близнецы, да, с домом Прохорова. Вот биржи. Такие же вот эти вот наверху. Такие же архитектурные украшения, да, на доме. Перекликаются они. Это дом купца, как нам говорили, Репкина. Но, оказывается, не Репкина. А здесь был дом Кукина Евгения Ивановича. Он занимался сельским хозяйством. У него была в деревне Родина, да? Был, значит, у него свои поля. Они выращивали хлеб, продавали зерно, мололи муку. То есть вот занимались сельским хозяйством. У него была дочь, Ольга Евгеньевна. Она вышла замуж за Репкина, Петра. И вот Пётр Репкин, последний владелец этого дома, занимался виноторговлей. Вот, я уже говорила вначале, что здесь у нас очень много людей занимались продажей вина. И, да, и пивные держали вины заведения. А вот рядом вот дом, где у нас автотранспортное предприятие, это был дом Рожины. И я помню, была такая женщина, Надя Рожина. Помните? В маленьком доме. Да, маленькая такая женщина, свеклоболосая. Она была уже старенькой вот в 60-е годы. Как получилось, что он тоже, значит, был земледельцем. Занимался он, ну, то, что вот, поля у него свои были. Как у Пукина. То же, как у Пукина. И в советское время они решили уехать. Когда уже начали отбирать дома, они решили уехать Рожиной. Значит, вот сам Рожин, его жена, сын. Они уехали, а Надя не уехала. Не поехала, все, не согласилась. И она прожила всю жизнь здесь в Пистяках. И даже она была, ну, как, я так думаю, с ума сошла. Вот мама как-то мне один раз шли, мы вместе с ней. Она около окна сидела. Та самоварчик такой был. Вот она в задней части жила дома. Вот. И она мне говорит, ты знаешь, какая она была красавица? Вот эта женщина. Замуж она не вышла, так прожила вот тут. Ну, здесь надо сказать, это вот как раз у Дмитрия Потаповича, у Шерлихова описано, что Пистяки, они были, выращивали невест. Здесь не было никаких огородов. Здесь не было. И здесь были у невест одежды из Франции. Шикарные. И я просто хотел бы по Прохоровым, да. Вот этот старший Прохоров, он вообще-то основатель Прохоровских мануфактур. Да, вот нам Илья, Илья рассказывал. Они вот, он как раз, вот этот Илья, который из рода Прохоров, он рассказывал, что эти московские Прохоровы каким-то образом, вот, ну, одна из направлений, да, для перехода, как-то оказались здесь. Скорее всего, из-за близости вот Нижегородской ярмарки, наверное. Ну, торговать удобнее было. Да, здесь точка удобная была. И вот так они здесь обосновались. И то, что вот их род с этим родом никто не отрицает. Вот с московским Прохором я имею в виду. Вот он рассказывал об этом. А, кстати, я забыла сказать, что последней вот в здании вот милиции, полиции, жила дочь Прохорова, вот, Софья. А потом она переселилась и жила на улице Гагарина. Мы пошли там, где сейчас живет Устиновых бабушка. Вот, вот она там жила, Софья. Вот эта Софья пришел сюда делать революцию. Один отставной солдат с одним наганом и с этим, вот. И он отпустил Прохоровых. Это было, по-моему, за Софью. Софья должна была за другого выйти замуж. А он вот сказал, оставляйте и уезжайте. И он таким образом. И Софья осталась здесь, а все родственники уехали. Ну, родственников у них очень много. Он даже сам его даже записывал. Пусть у бабушки, бабушка здравой памяти, здравой мне, очень много родственников, всех он говорит, даже вот, ну, очень много веток, они все переплетаются. Да, давайте про библиотеку. Дом, бывший дом Дмитрия Григорьевича Морозова. Дом очень большой. И вы видите, что соседний дом, здесь сейчас музыкальная школа, они соединены. Даже мы знаем, да, что они таким коридорчиком. То есть здесь жил и сам Дмитрий Григорьевич, и, как нам сказали, его сын. Или Григорий был отец, а Дмитрий Григорьевич его сын. Вот. Здесь также была контора, располагалась, вот в здании библиотеки располагалась контора. Занимались они также скупкой вязаных изделий, а еще у них были струнные заводики. Струнные заводики по производству таких струн из бараньих кишок. Эти струны требовались для обработки шерсти. Вот у нас в музее висит такой... В Бибании шерсти. Да, висит такой вот примитивный лучок бревно шестабитное, на котором была натянута раньше вот такая струна из высушенных, обработанных этих бараньих кишок. Вот они эти струны заводики тоже держали. И занимались продажей и скупкой вязаных изделий. И был двоюродный брат Саввы Морозового. Вот видите, они тоже из Москвы. Не купца, а печатника. И они все были из старобрядцев. И построили себе, кстати, про церковь я забыла сказать. У нас за рекой была церковь. На начало 20-го века у нас здесь было три церкви. Церковь в спине Пресвятой Богородицы. Троицкая церковь-прикладбище, где сейчас территория сельхозтехники. Пожарка старая и сельхозтехники. И за рекой это здание сохранила старобрядческая церковь, построенная в 1914 году. Присутствовала всего 20 лет. В 1934 году она была закрыта уже. Присоветской власти. Но здание сохранилось. Это здание вошло в территорию райпромкомбината. Я поправлю. Все-таки это не старобрядцы. Это новая была белокреницкая ветвь, которая началась буквально в 1905 году. И они беспоповцы. Они не имели отношения к старобрядцам. Да, интересно. Здесь раньше была башня. Видели? Да. Интересно. Она не сгорела. Она обветшала. Никто не мог ее починить. Но он сам оказался дома. Добровольно. Не то, что да. А тут все добровольно. Да, добровольно. Прилудительно. По спискам мы собрали. Списки 2300 человек добровольно отказались. Были репрессированы. Пойдемте еще дальше. К другому дому. Да. Кто добровольно еще отказался. Есть такой вот случай. Нам рассказывали. В 19-е годы сюда приехал один. Они хотели вернуть этот дом. То есть какой-то их родственник. Может, вы слышали про это? Матушка Георгия, которая возглавила первый Мугрейский монастырь, была родственницей. И она приезжала разбираться. То ли внучка, то ли правнучка. Но она так и не смогла найти. Она у меня жила. Что-то тут ходила. Но они в Нижегородскую тоже туда в сторону уехали, да? От Морозов. Я не знаю. Нет, я не очень занимался. Я знаю, что под этим домом была тюрьма, когда у первых репрессированных. Там полные. Да, 35-е годы. Да. Вот здесь подвал. Здесь не то, что тюрьма. Здесь заключенные державы, те, которые подъезжают репрессию, и сюда сначала. То есть там не было, как у нас сейчас вот этого... Как называется, Владимир Алексеевич? Нет. ВВД. Да, который вас сократил. Да, как заключенные заключали. Изолятор. ИВС. Да. Типа ИВС было. Николай Григорьевич Кукин мне рассказывал, что здесь их столько набивали, они, говорит, вот так вот целыми сутками стояли, и никак... А потом куда, говорит, девались, никто не знает. Увозили, наверное. Может, увозили, а может, как под храмом. Вот до недавнего времени мы считали, что этот дом весь, полностью принадлежал гусю Василию Павловичу. Здесь он держал трактир, пивную, столовую. А недавно нам в музей попала такая фотография, на которой вот с той стороны вот этот весь дом. И здесь, оказывается, и гусевая вывеска есть, и ещё вывеска Лунина. А с другой стороны вывеска Рохлина. То есть этот дом принадлежал не одному человеку, а нескольким. То есть, видите, пусть он и соединён, вот как бы в один такой вот, в одно большое здание, но принадлежал разным лицам. Вот на нижнем этаже, скорее всего, был Лунин. У него был винный склад. На втором этаже, судя по вывескам, был трактир Гусева Василия Павловича. Как нам говорили, что где сейчас дом ремёсел находится, там были номера, то есть можно было остановиться. Вот здесь были ворота, где сейчас въезд в гараж сюда. Там езжали на лошадях, останавливались. То есть село-то было большое торговое, и когда приезжали базары, наяворки, они проходили несколько дней, людям нужно было где-то остановиться. И под ним был большой ледник, который загружали льдом, и под ним бьёт источник. Я был в этом. И ледник стекал через этот источник. И те, кто привозили мясо, они туда сдавали на хранение. Ну, тоже, конечно, изменилось. Вот мы, ну, вроде бы, смотрим, здание старое и старое, да? А вот дали нам фотографию. 2012 год. Окошечки были арочками такими сделаны. Да, да. Здесь так красиво было, даже, я говорю, насколько было всё... Ну, люди какие были. Да, да. Даже, судя по фурнитуре на этой старой фотографии, всё было очень аккуратно сделано. Всё памятники архитектуры. И получается, что вот в это, в новое время, вроде их восстановили, а убили больше, чем в советское время. То есть они те, хоть не открашивались или ещё что-то... Не срубались вот эти. Да, но стояли целые. Срублены вот эти вот все. А это всё, да. Вот такая была каменная, прекрасная. А вот здесь вот был в советское время магазин. Здесь такой вот был вход, магазин. Вот. Помните, наверное, да, кто вот постарше, вы, наверное, помните, да, что здесь был вот магазин. Владимир Алексеевич, помните? Есть такая фотография, да? Есть. Да. А вот на старой фотографии вот здесь стояли такие, ну, для требовавшихся для рынка лоточки такие деревянные, перевёрнутые. Вот. Во время базара их переворачивали торговали на них, на этих лотках. Вот. Здесь, судя по вывеске, продавали чай. Вот как раз рохлино был, да, и какой-то ещё был обувной. Или магазин, или, скорее всего, мастерская была. Там башмачок нарисован был. Вот стерсик такой, да? Так. Вот мы дошли, практически дошли до места нашего начального, до старта нашей экскурсии. Вот. Осталось только одно здание. Вот как раз дом, принадлежавший Полонникову. Кто был этот Полонников или Полонников, мы тоже не установили пока. Ну и вот этот вот дом принадлежал когда-то Полонникову. Вот, тоже мы нашли. Но мы не знаем, кем он был, чем он занимался. Но, как говорится, история даёт о себе знать. Возможно, и такая информация всплывёт. Степенно вот мы не знаем о здании многое, а потом она откуда-то сама появляется, эта информация. Так интересно. А вот здесь стояла чайная тоже, вот здесь сейчас выстроено такое вот здание, да? Здесь была чайная изобилиных. Ну, сейчас этого здания. Может быть, помните такое старое деревянное здание? Помните? Вот, это была старая чайная изобилиная. Тоже большое такое здание довольно-таки. Вот. Ну, я думаю, что было интересно всё-таки, да? У нас здесь много Полонниковых. Спасибо. Всё было очень интересно. Вот хочется ещё сказать спасибо. Вот у нас здесь много людей проживает, но только единица занимается историей своего родного села. Да, пистяки, да, вот Владимир Алексеевич, и вот, хотя он, вот этот человек тоже, Михаил Сергеевич, не является коренным жителем, но он тоже нашу историю очень любит. И её поднимает, да, оттуда, достаёт её. Вот, спасибо им большое. Всё, спасибо за экскурсию. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.